Меня хлебом не кормить, дай что-нибудь попорядочивать. И вот в очередном всплеске желания что-нибудь разложить по полочкам, я сделала мобильное приложение, и я сейчас покажу, как оно изнутри устроено, вообще как оно создавалось и что с ним можно делать. Когда вы ходите по этому приложению, то вы можете посмотреть разные мультимедийные форматы, которые существуют, то есть такая мобильная база, мобильный справочник, и вы можете посмотреть, какие разные форматы бывают. Когда вы заходите на страницу какого-то конкретного формата, вы видите здесь, для чего мы этот формат используем, как эта штука выглядит и в каком сервисе можно такой формат сделать. Когда вы нажимаете на сервис, вы можете посмотреть, какие другие форматы можно будет с помощью этого сервиса сделать. В разделе инструкции мы можем посмотреть, как, собственно, эта карта выглядит, нажать на кнопочку «Увидеть пошаговый план», и здесь же будет ссылочка на сервис, с помощью которого мы можем это делать. И опять же мы выходим на страницу сервиса, в котором видны и другие форматы, которые вы можете создавать с помощью этого софта или онлайн-продукта. То есть это такая вот увязанная, переувязанная друг с другом система, и давайте я вам покажу, как она устроена с точки зрения смыслов, с точки зрения структуры, архитектуры. И затем мы посмотрим, зайдем на мультимедийную кухню, и посмотрим изнутри, как выглядит мобильное приложение в сервисе Glide, с помощью которого я это приложение сделала. То есть это не разработка, это не программирование, а это сервис, который позволяет вам превратить Google-таблицы, упорядоченные данные, превратить вот в подобное мобильное приложение, которое вы можете создать и самостоятельно тоже. Давайте посмотрим. Для начала я покажу, как устроено наше мобильное приложение, вот используя цветные стикеры. Как бы странно это ни звучало, ведь мы говорим о цифровом продукте. Для начала нам нужно построить ядро, основу системы, из чего будет состоять мое мобильное приложение, мой справочник по мультимедийным форматам. Какого типа сущности у меня там будут? Ну, первый тип сущности – это, собственно, формат. Это вот список форматов, которые я создала, и каждому формату условно у меня посвящена отдельная карточка. Будет там формат 1, формат 2, формат 3. Другой тип сущности, который у меня в мобильном приложении есть – это сущность сервис. Это онлайн-сервис либо софтина, с помощью которой мы можем сделать тот или иной формат. Следующий тип сущности, который есть – это пример. То есть это образец, как редакция сделала фрагмент своего проекта в том или ином формате. И это может быть связано в том числе и с сервисами. И четвертый тип сущности, который есть – это инструкция. Инструкция, которая помогает человеку по образцу примера сделать кусок фрагмента в том или ином формате с помощью того или иного сервиса. И по сути, что мне нужно сделать? Мне нужно в цифровом формате прорисовать связи. Здесь мы будем использовать никаких штуков. Линейный график, формат флориш. Формат… Ой, господи, да, формат. Формат график, сервис инфограмм. Вот у нас есть связи между этим. Дальше у меня есть связь между форматом интерактивная карта и между Google Maps как сервисом. Дальше у меня есть связь между флоришем и инструкцией, между инфограммом и инструкцией, между Google Maps и инструкцией. У меня есть вот здесь связь между форматом и примером и между форматом и примером. Если человек заходит на список форматов, он видит, вот так называется формат, можно посмотреть примеры, можно посмотреть сервисы. Если человек заходит через сервис, он видит, какие форматы можно с помощью этого делать, потому что, например, с помощью флориша можно делать в том числе и интерактивную карту. Таким образом, у нас связь получается, она неразрывная через инфограмм. И, кстати, в инфограмме тоже можно делать интерактивную карту. Следовательно, нам нужно будет сделать в такой системе, сделать еще инструкцию, как сделать карту в инфограмм. И она будет связана с сервисом через формат, через сервис инструкция. И здесь нам надо будет сделать еще инструкцию, как сделать карту во флориша. И тоже она у нас связана со флоришем. То есть, по сути, мобильное приложение, оно системно, это увязка вот такого типа, четырех типов сущностей. Мы можем посмотреть, как создавать карту Хараплет. У нас здесь есть ссылочка на инструкцию пошаговую и есть ссылка на сервис, с помощью которого это можно создавать. И точно так же она перекрестны друг на друга выводит. Сервисы выводят на список форматов, форматы выводят на объяснялого примеры и список сервисов, где можно это сделать. И таким образом вы можете ходить по этой базе в поисках либо нужного вам формата, либо нужного сервиса. То есть, такой карманный хороший подсказчик для любого мультимедийного автора, любого мультимедийного продюсера. Вот так выглядит внутренность кухня сервиса Glide Apps, где я делала свое мобильное приложение, свой справочник. Значит, это видео не инструкция по тому, как создавать такие мобильные приложения, потому что кроме базы там есть разные способы, разные форматы, типы приложений, которые вы можете в Glide создавать. Это пока не видео про инструкции. Если вам хочется, если вам интересно прям научиться делать какие-то базовые интересные мобильные приложения в Glide, вы напишите в комментариях. Я сделаю отдельное видео именно уже с инструкцией, покажу, как это делается. Но наша задача сегодня посмотреть под капот, что в приложении 105 форматов. Значит, вот у нас есть превью, мы его можем здесь видеть. Собственно, это то, как я вам показывала, как это выглядит в приложении на смартфоне. Есть таблица. По сути, есть таблица Google, в которой вот есть листы с, собственно, той информацией, которая показывается на странице. Что, по сути, делает это мобильное приложение. Я расписываю, где, на каком месте на страничке в приложении должна быть информация, из какой ячейки. И, собственно, приложение это делает. То есть вот у меня есть список из 105 форматов. Дальше у меня каждому формату написана строка, для чего мы это используем. Дальше у меня выложены иллюстрации к каждому формату. Дальше у меня есть на некоторые, пока еще не на все сделала, видеоролики, которые показывают, как это выглядит на примере разных проектов. Дальше оно все у меня разбито по категориям. То есть вы внутри приложения форматы можете по категориям их сортировать. Это вот одна таблица все, что касается форматов. Следующая таблица это то, что касается сервисов. И вот эта таблица, она как раз построена на принципе увязки. У меня есть вот они сервисы, да, и онлайн какие-то инструменты, которые позволяют делать разные мультимедийные форматы. У каждого сервиса может быть несколько форматов, потому что некоторые из них одноформатные, некоторые мультиформатные. Следовательно, вот мы смотрим, ну вот, Люсиды умеют делать диаграмму Ганта и Теймлайн. А, например, вот Canva, вот она умеет делать дофига-дофига много всего. Или мы смотрим, вот есть сервис, который исключительно для монтажа аудио, или вот там, допустим, создание ботов, ботов, ботов. А могут быть сервисы, вот, удоба, где много разных форматов можно сделать на, или там, инфограмм тоже большое количество. Следовательно, я вот эти вот связи прописываю. В каждом сервисе я смотрю, какие форматы можно сделать. Это у нас примеры, примеры, заголовок, описание, ссылка на рассказ про это, какая категория. То есть это связано со списком форматов. Следовательно, если я зайду на примеры и кликну на таймлайн, то я выйду на страничку таймлайна, где будет опять же список сервисов и примеров с этим форматом. То есть вот эта база, она вся упорядочена в листы на Google Диске, на Google Документах. И заметили, да, там 105 не удалять большими буквами, чтобы если я вдруг начну чистить свой Google Диск, я умудрилась не грохнуть основу мобильного приложения. И вот внутри вот этого интерфейса, сейчас мы какое-нибудь сделаем, ну вот выберем любой чек-лист. То есть вот структура этой страницы, вот она вот здесь вот прописана. Тот же самый принцип карточек, да, про которые я говорила. Вот элемент заголовок, откуда мы его берем, титр мы берем со страницы формат, из столбика формат. Каждый элемент мы прописываем, откуда мы его берем, из какой части таблицы мы его берем. Мы эту картинку берем из таблички, которая называется форматы, и из колонки looks like. Следовательно, на пересечении формата и колонки картинок, вот он возьмет эту картинку, чтобы здесь показывать. Дальше сервисы, формат сервисы. То есть у меня есть в таблице увязка, здесь в этом сервисе есть возможность прописывать, какие колонки с какими колонками или с какими рядами информации должны быть увязаны. Вот здесь у меня есть прописанная связка формат сервисы, и вот из этой увязки он берет сюда, здесь и создает такой лист. Если мы смотрим на страничку сервиса, раз уж мы говорили про флориш, поговорим про флориш. Значит, страничка, вот смотрим, из чего она состоит. Заголовок берется из таблицы инструментов и из колонки title. Дальше есть сепаратор, дальше идет просто заголовок, это текстом написано, откуда мы берем ссылку. Мы берем из, ну-ка посмотрим, откуда мы ее берем. Мы ее берем из страницы с инструментами, из колонки link. А вот они, значит, форматы, то, что у нас была большая-большая табличка, да, какие форматы можно делать с этим сервисом. Вот они здесь, формат 1, формат 2, формат 3, и вот они, формат 1, формат 2, формат 3. Собственно, таким образом это не вручную выписывается, это прописывается в взаимоотношении между колонками и рядами. Ну, дальше сепаратор, дальше сепаратор, и вот таким вот образом оно сделано. То есть это далеко не первая итерация, я с разных сторон подходила к этой теме. Я в первую очередь этот справочник сама для себя делала, потому что когда на лекции, либо на тренинге нужно быстро вспомнить или показать какой-то пример, как формат выглядит, или какой-нибудь проект, в котором используется тот или иной формат, то, конечно же, у меня в памяти много чего есть, но лучше, когда это не одни и те же примеры делаются, предприводятся, а разнообразные. Поэтому это в первую очередь справочник для меня, но вот который я сделала бесплатным, с доступом для всех, кому мультимедийный сторителинг интересен. Вот так это выглядит на большом экране, то есть вы можете всю эту систему смотреть просто по ссылке в сети, и если у вас есть интернет, то вам этот справочник всегда доступен. Вот, собственно, такая штука. Вот так это выглядит под капотом. Если какие-то есть вопросы или просьба показать что-то более подробно или научить делать, то маякуйте в комментариях, я их внимательно читаю. И подписывайтесь на этот канал. Я буду много в этом году рассказывать о мультимедиа, и о примерах, и о форматах, и о сервисах, о том, как эти форматы делать, как их увязывать между собой. Поэтому присоединяйтесь. Я уверена, что будет любопытно и для расширения профессионального кругозора любого журналиста, автора, редактора. Эти ролики будут очень полезны. Все, до встречи. СИЛА МЕДИА Путешествие по мультимедийным мирам с Оксаной Силантьевой 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 Путешествие по мультимедийным мирам с Оксаной Силантьевой